Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать вам свой вариант изготовления домика на колодец. Не хотелось просто на кольца ставить стандартный домик, так как планирую разместить там насосную станцию, которая вот так на брусках, сколоченных на коленке, висела в колодце все лето, и мы пользовались водой для полива огорода и наполнения бассейна. Также планируется пользоваться станцией зимой в доме, пока идет ремонт, замешать плиточный клей, помыть кисточки, налить чайник и так далее. Но по идее станция должна размещаться в доме, но это сделать не получится, по той же причине дом не готов и там попросту нет места для станции. Скорее всего для постоянки будет установлен обычный насос, но пока станция для меня удобнее. Все в одном, включил в розетку и пользуюсь водой как в квартире. Но это я просто ввел в курс дела. В общем домик должен быть утеплен и должен быть необычный, как везде. После подкопки по шаблону по периметру колодца пошел на террасу дома, где сейчас установлена торцовка со столом. И напиливаю бруски 40 на 40 в количестве 12 штук разной длины для сборки будущего каркаса. Бруски скручиваю саморезами 6 на 90. Получаю 2 квадрата, после сверки диагонали которых дополнительно прикручиваю фанерки по углам, чтобы они были прочно зафиксированы. Торчащие остатки спиливаю пилой. Далее к одному из квадратов прикручиваю короткие бруски по углам, как на видео. И сверху накидываю второй квадрат. Получаем вот такой прямоугольный в параллели пипет. Следующим этапом необходимо подготовить ОСП, который лежит у меня со времен строительства мастерской. Взял тогда с запасом. Пару листов уходило на дом. И сейчас немного возьму для текущих задач. Вообще этот проект старался сделать из материала, который у меня был в наличии. Со строек мастерской и дома. Купил только красивые петли и ручку. Итак, прикручиваем ОСП к четырем сторонам нашего параллеля пипеда. И у нас он уже жестко зафиксирован. Можно снимать и спокойно перемещать. Далее закрутил пару брусков сверху. Там будет люк. Пока беру доски 150 на 50 и 100 на 50. И работаю с ними. Они тоже остались со стройки. Что-то размечаю, что-то пилю и что-то прикручиваю. А по итогу должны получиться две вот такие детали. Чтоб потом ничего не мешалось, решил утеплить короб по боковым сторонам. Использовал пеноплекс 50 миллиметров. Так как точно знаю, что с ним ничего не случится. Будет большая влажность, а он как раз не впитывает воду. Да и тепло он держит очень хорошо. Вот таких 50 миллиметров это считай как 100 миллиметров минваты или 200 миллиметров дерева. Но минвата впитывает влагу и перестает греть. Так как греет не сама вата, а воздушная прослойка в ней. А если она намокнет, то и воздуха там не будет. Ну а 200 миллиметров дерева получится уж сильно массивная конструкция. Поэтому выбрал пеноплекс, который кстати тоже у меня остался после строительства мастерской. Далее по центрам двух сторон я прикручиваю стойки, собранные ранее. Как вы понимаете, это будет крыша этого домика, чтобы исключить попадание осадков в колодец. Накручиваю сначала обрешетку, затем монтирую сплошной настил из ОСП. На карнизы приколачиваю планки. Привезли не тот цвет, вот они у меня так и остались. Вместо торцевых планок также использую вот эти карнизные. Только немного подогнув и выпилив по карнизу. Получилось вроде неплохо. Далее монтирую мягкую черепицу. Осталось от строительства дома три пачки. Одну жертвую для данного проекта, а две оставлю про запас. Мало ли придется когда-то подремонтировать покрытие на крыше. И я буду знать, что у меня есть небольшой запас. Далее оказалось, пока я монтировал слой за слоем, домик оказался неподъемным, мягко говоря. А помочь никого рядом не оказалось. Сначала повалил домик на бок, чтобы гидроизолировать низ. Использовал битумный самоклеющийся ковер, который использовал на крыше дома. После этого решил попробовать своими силами закинуть домик на колодец. И знаете, получилось довольно легко это сделать. Просто передвигая, немного наклонив. Почему я сразу не делал этот домик вокруг колодца, думаю, и так понятно. Налетела бы куча мусора, да и шанс оступиться и провалиться в колодец. Утепляю пеноплексом вверх. Собираю и монтирую люк. Далее закрываю остаток ОСП плитой. В этом году не буду никак закрывать ОСП, но для защиты от атмосферных явлений покрыл все ОСП краской. Так как в следующем году закрою боковины фасадной плиткой, которая будет покрыт дом. А вверх закрою доской, точнее планкеном. Примерно как на мастерской. Обязательно покажу это в одном из следующих видео. А пока имеем вот такой утепленный домик на колодец. Который я смогу опустить насосную станцию и спокойно пользоваться ей зимой. Как вам такой домик, друзья? Как думаете, не промерзнет ли вода в станции? Напишите свои мысли, как еще можно его отделать. Если понравилось видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также подписывайтесь на канал в Телеграм. Там тоже иногда публикую полезные видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!